АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я как бы не знаю, порвал от меня. Мне пытались лечить, ну, собственно говоря, массаж. Массажистка держит серьёзная. И мой поток пола подсознания игнорирован. Усправление бедных цепких рук в моих ягодицах. Я, правда, не понял, как это соотносится с Ахиллом, не важно. И они, разумеется, начали ещё больше её затешить. Вы можете расслабиться? Сказал голосом комбата. Достаточно такая мрачная девушка. Я не могу. Я же отскирую динозальницы. А он что, мужские привычные? А, не по этому поводу. Ещё одна сэр Александр Млинко. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы можете меня представить? Да, как могу. Дома поговорим об этом. Дома. Легализм. СССР, как Александр называет, мои литературные менятики, называются холостятые проблемы зубной щётки. Раньше, когда люди вступали в серьёзные отношения, происходила помолвка и обмен помолвочными кольцами с символом этих серьёзных отношений. Теперь люди иногда забывают жениться, не то что уж там кольца, но свято места пусто не бывает. Сегодня символом серьёзных отношений стала зубная щётка. Вот, мужчина. Посмотрите на свой стаканчик в ванной. Сколько в нём зубных щёток? Если больше, чем одна, значит, в вашей жизни есть существо женского пола, в котором вы регулярно вместе спите, едите и смотрите телевизор. Значит, у вас не стоит вопрос, с кем справлять Новый год и ездить отдыхать. Если вы проделываете это с каким-то другим существом женского пола, то делаете это тайком, нарушая небластный договор зубной щёткой. Всё начинается с неё. В один прекрасный день девушка приводит её с собой и ставит в стаканчик. Вот этим глупо спорить. Ведь все люди, даже девушки, должны чистить зубы перед сном своей зубной щёткой. Потом она уходит, и вы обнаруживаете, что зубная щётка осталась. Вы звоните ей, и небрежным голосом говорите, «Да, кстати, ты забыл зубную щётку?» А она отвечает, «Да пусть пока полежит у тебя, а то надоело ей паскать». «Ну да, ещё как думаете вы, такую тяжесть?» Вам слуха этого не говорите. А девушка продолжает с нажимом, «Ты ведь не против?» «Нет, не против». Логика на её стороне, поэтому вы соглашаетесь, смутно чувствуя какой-то подвох. Правильно чувствуете. При всей невинности предмета вашей беседы, это точки бифуркации, поворотный момент отношений. За щёткой последуют тапочки, прокладки, халат, косметика, одежда, фото в рамке, ключи и родственники из Даганрога. Согласившись на щётку один раз, вы сможете избавиться от неё только вместе с хозяйкой. Не бывает так, чтобы девушка сказала, «Я заберу зубную щётку на пару недель, пусть побудет у меня». Если она обиделась и ушла, но оставила зубную щётку, значит, это не всерьёз. Если воспользовались случаем и выкинули символ, и она это обнаружила, примирение может не состояться. Зубная щётка не терпит конкурентов. Невозможно держать стаканчики зубной щётки разных девушек. До щётки вы не задумывались о том, как выглядит ваша ванная глазами гостей. Теперь перед приходом новых знакомых вы, чувствуя себя полным идиотом, прячете другую щётку подальше в шкафчик, волнуясь, как бы потом не забыть поставить её обратно. Вы подозреваете, что новая знакомая обратит внимание на количество щёток и правильно подозреваете. Девушки всегда осматривают территорию на предмет пометок от других девушек и делают выводы и принимают на их основе важные для вас этим вечером решения. Непонятно, что делать, если у вас регулярно ночует какой-нибудь друг или родственник. Хорошо, если это ребёнок. Можно купить ему детскую щётку и вопросов не возникнет. В противном случае придётся объяснять. Не пугайся! Это щётка моего брата. Хотя она зашла всего лишь посмотреть в вашу коллекцию магнитов на холодильнике и вроде бы не просила никаких объяснений. Опять-таки выглядишь по-дурацки. Проклятый предмет гиены полости рта всё время провоцирует какую-то немужественную суету вокруг себя. Кто поумнее держит в запасе обойму новых щёток и на вопрос «Зачем мне каждый раз новая? Ведь я начну тебя уже второй раз!» Отвечает «Ничего, мол, не разорюсь, а это принцип». Так что, если не хотите, чтобы зубная щётка решала вашу судьбу за вас, упирайте именно на принцип. Принцип — единственный для мужчины способ совершать нелогичные поступки, не теряя лица. С мужскими принципами женщины не спорят. Во всяком случае на ранних этапах отношений. В общем, дорогие холостяки, будьте осторожны зубными щётками, иначе не видать вам одинокой старости, как в своих ушей. В третьем наш черемок, и это было действительно именно так, как в сказке в лес, Александр Снегирёв. Мы с мальком, как мышка-нарушка и мышка-прослушка, мы сидели вдвоём, а такие маленькие, потому что там играли нарушки писательские. Снегирёв. Миллионным романом, русским букером и так далее. Можно к вам? Он такие, ну, можно. К нам. Я зайду, посижу. Он посидел. Я передаю опять Петру Михайловичу. Саш, на рассказы, я люблю за то, что ты обязательно вспоминаешь на следующий день, они где-то внутри застревают, они так тянутся, язык прикрасен, а на следующий день ты начинаешь думать. Потом ещё неделю думаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Александр Снегирёв. 200 граммов. Их привезли к чёрному полиэтиленовому шаре. Несколько мусорных мешков вложили в один, один в другой, накачали воздухом, наполнили водой, обмотали скотчем. Планета, упакованная для переезда. Запыхавшийся мужик бухнул шар на пол. Беззубый, беззубый повар Семён, полоснул ножом, а его помощник таджик холмурот ловко прихватил расходящийся оседающий полиэтилен. Из раны потекла вода. Семён расширил надрез, стал зачерпывать сачком и перекидывать в пластиковую ванночку. Точно такой же он купал своего сына дошкольника. Рыбы не трепухались, плюхались на бок и плавали. Когда Семён перегрузил всех, воду из мешка слили, а мешок вскомкали. Опять прибыль занятел Семён. Достаточно виновата кусал воняющие педельницы и усы. Трудно-контейнер для перевозки купить. Запах регулярный. Вопрос Семён. Заказы у нас маленькие, привычный горком доставщик. Дорого выйдет в контейнер гонять. Отопьётся. Доставщик съел на кону булочку, которую ему угостил от пускодомощица Нина, и уехал. Генератор кислорода вырабатывал пузыри, но рыбы плавали на боку и не отбивались. «Вылабливай и в отходы!» скучно бросил Семён Калмаров. И хоть такое происходило постоянно, Семён был зл. Он любил рациональность. Заказывал продукты точно, будто знал, сколько гостей придёт в ресторан, чего они пожелают. Хозяин называл Семёна «вестой видящим». Тот никогда не выбрасывался ясно. Овощи у него не прокисали, мясо не заветривалось, хлеб не плесневел. Гибель рыбы по нерадимости подставщиков ранилась Семёна. Он не страдал, когда заживо варил камчатских крабов и дальневосточных креветок. Но если им доводилось и сдохнуть из-за поломки аэраторов в аквариуме или утратить потребительские свойства от того, что вовремя не сменили воду, он впадал в бешенство и депрессию. Семён отличался в страстном характере. На левой груди имел свастику, на правой – стальную. А спину его украшало тело с младенцем. Если его спрашивали, с чем вызван столь необычный выбор в отдельной графике, он не мог ничего ответить. У Семёна была сложная душа. Холмурот дымками придвинул к бандочке большой пластиковый бак и принялся швырять в него рыбы. «Чего?» – сдрогнул Холмурот, со спуком отдёрнув руку, «Когда имеешь дело с трупами, начинаешь бояться живых». На крик Холмурота сбежали все. Семён, посудомощица Нина, кондитер и оказавшийся на кухне официант. «Живой!» – Сначала тупо, затем гордо повторял Холмурот, как будто сам был причастен к воскрешению мелкой, некалиброванной двухсотграммовой рыбки. Рыбка потрепалась немного и под взглядом невосхищенных чудом людей приняла нормальное положение брюху вниз и скоро уже бойко шныряла туда-сюда по скудной акватории ванночки. «Одноглазый», – заметил Семён. «Один глаз двухсотграммового и в самом деле был смазан». «Башка здоровая!» «Самец», – сказал Семён, как когда-то видав впервые своего свежерожденного дербица. В тот же день усатый доставщик привез новую партию крупных, однако одной трехсотграммовых рыбин, большая часть которых выжила, только две не отпились. Покидав всех в парадное ведерко, рыб вынесли в зал, где стоял аквариум, и перегрузили в пузырящуюся кислородом специально охлажденную воду. «Двухсотграммовый» стал всеобщим любимцем, предводителем аквариума. Он хватал за хвосты самок, расталкивал самцов. Семён, Холмурот и Нина в ранние часы и после закрытия подходили к аквариуму и с лакомством, сдереженным специально для двухсотграммового варёной креветкой, печеньем или недоеденным кусочком мяса. Два работающих по смену метров до отеля, и все официанты, проходя мимо аквариума, стучали в стекло, подзывая двухсотграммового грубовато ласковыми именами. «Ишь, какой мёрткий мужик! Чё-чё-чё-чё, поди сюда!» Двухсотграммовый подплывал к стенке аквариума, тыкался в стекло и вроде как слушал сисюканье работников ресторана. Хватая лакомства, он выпрыгивал из воды и, бывало, прихватывал благодетеля за палец, и даже повисал на нём. Такими трюками он вызывал умиление и восторг. Пусть даже из пальца потом текла кровь. Устоит ли говорить, что когда кто-нибудь из гостей изверевлял желание отведать свежие рыбки, гусок Крамового не трогать? Сачок зачарпывал любую другую форель или стебель. Колбурок тащил бедолагу на стол к Семену, тот оглушал ее и попрошил. На смену съеденного рыбином усатый доставщик прикатывал новые двойные пролетиеленовые шары, откуда вылавливали стаи умертвых новобранцев, которых заботливо сваливали в прохладную и ориентированную воду, чтобы выходить из отечи в соли, в пальве или просто на решетку. Двуксотграммонный воспринимал частую смену отваривания коллектива спокойно, быстро осваивался с новичками и скоро гонял их, как и предшественников. Однажды, в неурочное время, за минуту до закрытия, в зал ворвался Виктор Николаевич, хозяин. Накануне он впервые отведал стимулятор кровообращения на основе алтайских прав, которым его деликатно угостила начавшая танец молодая любовница. Теперь Виктор Николаевич все еще пребывал в некотором перевозбуждении. Он, пожалуй, руки официантам, чего раньше никогда не случалось, похлопал по плечу Семена и даже справился, как поживают кошки, посудомащих в небе. «Это что за шептник?» спросил Виктор Николаевич про двухсотграммонного, который патрулировал аквариум в одиночестве доставщика свежей рыбы. Мы ждали только следующим утром. «Мелочь. Не берет никто», — ответил Семен, почувствуя себя ребенком, притащившим в дом безродного щенка. Клятол кормил, и вот щенка обнаружили взрослые. «Ну так, все, вот мы шинкуем!» — возмутился Виктор Николаевич, несообразительность повара. «Что с него возбившись?» «Одни аж неотки. Это у нас талисман. Аквариум нельзя пустым оставлять. Плохая примета. Семен удивился своей находчивостью. «Плохая примета?» — задумался Виктор Николаевич. «Тогда пусть». Сменилось множество поколений, форей, стерляни. Виктор Николаевич, приободренный алтайским зельем, вложился в молодую любовницу, ударил грудь бретитой и ромерлией. Наступила календарная весна со снегопадами и морозом, сменившимися на таяние и цветение. Одним солнечным днем, в конце апреля, четверг, в обед. Когда от очередной партии форейских людей остались лишь небрежно обглотанные скелеты, сложенные милой в пакетик для кошки, а двухсотграммовая растекала пустевшую воду, в ресторан зашел одинокий господин. Элегантный, маложаный, створки челюсти немного разведены на северокавказский генетический манер, губы пухлые вполне по-славянски, туманный взгляд цепких глаз, говорил скорее о внутренней сосредоточенности, нежели о рассеянности. Такие глаза могли бы, наверное, сконцентрироваться и вцепиться не хуже зубов двухсотграммового. Обслуживать гости отправили официанта-новичка Петя. Петя отторванил заученные рекомендации от шефа, упомянул головы и поступление в винный уголь и не забыл о субеднях. Гость терпеливо выслушал эти рулады, выдав себе человека, имеющего опыт обращения с прислугой, и, дождавшись их окончания, заказал гребешки. Услышав про гребешки, Ветя спросил, а не желает ли гость свежей рыбы? Почему он предложил рыбу, когда заказ был уже сделан, Петя потом объяснить не мог. Гость задумался, заскучав, как будто от намеченной служливости, и согласился. Двуксотграммовый пересекал аквариум обычными скребительными рывками, доставших застрял пробки. Петя ввел пункт заказа, салат срубкала, минеральная вода без газа и запеченная на решетке форель. Кассовый купил. Через полминуты из кухни выглянул Семен и поманил Петю. Ты пробил форель на третий столб. Я. Ты же знаешь, у нас нет форель. А это? Петя указал на дружбу граммову. Двуксотграммовый погнался за солнечным зайчиком, отскочившим от часов Пети, доступной копией дорогих швейцарских. Скучающий взгляд гостя задержался на высынувшемся из кухни Семене. Тот глянул с отпором, но гость перевел сомные глаза на стены в узорах и дальше в окно. Парадные двери распахнулись и впустили хозяина. Виктор Николаевич шел порывистыми шагами, не желающего стареть пятидесяти шестилетнего мужчины, которому перестали помогать алтайские травы, и от которого сбежала любовница, не вернув два кольца, кулон и ровер-мини. О круги и брекетах и говорить нечего. Почему стоим? Не работаем. Передаю заказ. Промерлил Петя. А компьютер на что? Какой заказ? Форель. Ну так делал сачек, выловил, разделал, приготовил, подал. Виктор Николаевич оттолкнул Петю Синёна, ворвался на кухню, набугав Нину, поедающую казённую булочку, схватил сачок и парадная недёрка. Молниеносно вернулся в зал и подскочил к аквариуму. Двухсотграммовый избежал сетки рывком в правый нижний угол. Виктор Николаевич дернулся за ним. Двухсотграммовый обманным маневром снова ушёл от погони. Стернет, погони, ушёл от лори, повторяя хозяин слова, которые двухсотграммовому регулярно приходилось слышать с тех пор, как его поселили в аквариуме. Только раньше его под эти слова кормили. Теперь хозяин, обмакивая манжеты, рубашки и рукава пешака, гонялся за ним сачком. Поймать двухсотграммового не удалось. Виктор Николаевич отсидел за фарцук. В девяностые начал бизнес. Содержал ленивую жену. Мудакового-мудаковатого подростка сына. Двух капризных лярв-любовниц. Теперь, впрочем, одну. Не имел визинца на правой руке. И недавно взял новый Бентли. Он не привык сдаваться. Он снял пиджак, закатал мокрые рукава и принялся охотиться за усубоенной зверепостью. Но не даром двухсотграммовый все это время тренировался. Каждый раз, когда сочет, вот кто должен был отпутать его, он вскользал, дразня побулевшего сквозь солярный загар, замочившего в воде галстук и всю грудь преследователя. В сорванной скреплении генератор кислорода предсмертно захлебывался на посыпанном цветном песочке дне. Вода бурлила ошметками чешуи. Гость меланхонично наблюдал ломлю своего обеда. Виктор Николаевич взгромоздился ногами на стул, на который садиться-то позволялось не каждому, и голыми руками стал обшаривать от бареумные глубины. Надо отметить, что руки у Виктора Николаевича при лютой внешности были женскими. Телы из мяса и жира были отпущены изящные кисти, тонкие пальцы и удлиненные ногти, которые хозяин полировал у маникюрши. А брубок мизинца не портил вида, а напротив, придавал пикантности. И этими эльфийскими перстами Виктор Николаевич силился сгробастать двухсотграммолого. Семен, Холмурот и Гина давно покинули кухню и наблюдали за поединком. «Ес!» – заорал хозяин. Видимо, вопль возвещала поимки. Но установить это доподлинно не удалось. В следующий момент Виктор Николаевич похочнулся и упал. А на грудь ему опрокинулись десятки литров воды в стекле. Выстрел и блеск. Сотрудники ресторана бросились в место события. Сонный гость тяжело вздохнул. Врач скорой определил у Виктора Николаевича перелом рембер и травму грудной клетки с возможным повреждением внутренних органов. Но двухсотграммового обнаружилась глубокая рана в баку. Гость ушел обедать конкурентом через дорогу. Петя вместе с уборщицей Гулик принялись собирать осколки. Семен понес двухсотграммового на кухню и положил своего друга на разделочный стол. Единственный целый глаз смотрел на Семена. Семен отрезал кусокграммового голову, вспорол брюхо, выпотрошил, очистил, промыл, смазал маслом. Травурным венком легла веточка венхеля. Венхеля. Семен уложил кусокграммового на решетку гриля. Голову Семен отправил к Асприлю. Залил водой, добавил укроп, морковь, картофель и поставил на плиту. Через 30 минут Семен разлил уху по тарелкам, колбороду, гений, уборщики Гулик, метрофель и официанту. Петя. И дал каждому по кусочку ужарившегося некогда двухсотграммового тела. Сентиментальной верующей посудомойщице Нине показалось, что кушание обладает особенным нежным вкусом. Однако часть, доставшегося в ней кусочка, горчила. Желчь продлась. И сколько Нина не убеждала себя в исключительных, едва ли не сделан естественных качествах поедаемой плоти, горечь давала себе знать до тех пор, пока Нина не проголосковала рот. Горячок Петя съел свою порцию уважительно, заглаживая оклошность. Ему в этом коллективе работать. Он планировал взять кредит на опелькурсы. Девушка ясно дала понять, что не может строить отношения с тем, кого не уважает. А как можно уважать пешехода? Гуля съела, потому что никогда не отказывалась от бесплатной еды. Метра до ТЭП съел, потому что другие ели. А он не хотел, чтобы думали, мол, занесся. Семен просто и обыденно обглодал голову. Он не прислушивался к своим чувствам и не стал в трапезе высшего смысла просто вверх выкидывать. И один только холмурок, который до этого был беззаговорочно верен в поле Олгу, с удивлением обнаружил, сколько вкусной, нежной, и питательной, может быть, рыба. С того дня он решил хоть раз в неделю позволять себе мороженую треску, громоздившуюся ледяными с густками в холодильнике и в ближайшем их месту его фактического проживания магазина. Очень вкусно. Не помню, когда последний раз форель послежившую кушал, сказала Нина. Семен сложил остатки в пакет для ненемной кошки. Дверь служебного ухода распахнулась, явился доставщик с напарником. Охая и пыхтя они вылокли зеленый сундук-контейнер. Рыбку заказывали, прохрепел доставщик, воняя усами, его так и распирало от гордости. Тяжело дыша, доставщик откинул люк в черной воде. Ютились отборные полукилограммовые. Однако дной все живые. АПЛОДИСМЕНТЫ